Киевская Динамо готовится к ответственному матчу. Уже в четверг, 19 октября, в рамках третьего тура Лиги Европы, Белосиние сыграют дома со швейцарским Янг Бойс. Динамовцы обещают показать зрелищный футбол и порадовать болельщиков. Как проходит подготовка, видел Александр Васильченко. Кассы НСК Олимпийский. Фанаты столичного клуба покупают билеты на предстоящий матч. Александр домашние игры динамовцев не пропускает. На это футбольное противостояние идет с друзьями. Команда детства. Что сказать еще? Такое Динамо, победу, ждем только победы. И выхода, как минимум, полуфинал. Будем поддерживать как есть, так и будем. Динамо, только Динамо и только победа. Кассиры утверждают, за два дня до матча продали большую часть билетов. На Динамо одинаково идут, что на Лигу Европы, что чемпионат Украины. Поддерживает Динамо, всегда поддерживает. Многие покупают билеты через официальный сайт Динамо Киев. Сделать это можно, не выходя из дома, за пять минут. А это святая святых. Раздевалка динамовцев. Доска, на которой главный тренер с футболистами разбирают разные комбинации. Экран, чтобы во время перерыва в повторе игроки могли сделать работу над ошибками. И выявить слабые места противника. Но пока здесь тишина. Ведь главная работа кипит на футбольном поле. Через два дня НСК Олимпийский, который вмещает в себя 70 тысяч человек, будет заполнен фанатами Динамо Киев. Сегодня же здесь активно готовят футбольное поле к игре. Специалисты говорят, что в такую пасмурную осеннюю погоду газон начинает желтеть. И чтобы это предотвратить, используют вот такое оборудование. Оно называется искусственное солнце. Его растягивает по всему полю для того, чтобы дать газону дополнительное освещение. До матча еще два дня, но газон уже готов к предстоящей игре, утверждают специалисты. Сейчас проводятся такие косметические работы. Проводится покис под решение травы, укатка линий и покис с барабанными косилками, которые дают идеальный разрез травы для того, чтобы соответствовать стандартам. Это 25 миллиметров высота газона равномерно по всей площади. Ответственно к игре подходят и сами динамовцы. Ежедневные тренировки, стратегические схемы, наставления главного тренера. Однако сами футболисты утверждают, нельзя выходить на поле без 12-го игрока. Победить можно только при поддержке болельщиков. Лишай разум, мы сила. И разум, мы обовязково переможем. В своей группе «Динамо Киев» после двух игр занимает первое место. И победа в предстоящем матче усилит позиции белосиних. Александр Васильченко, Максим Чеблин. Подробности – телеканал «Интер». Продолжение следует...